привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников пришел сентябрь и это значит что начался очередной сезон международного турнира юных физиков а также всех национальных и региональных турниров на которых юные физики старшеклассники решают исследовательские задачи по физике а потом сообщают друг другу свои решения формате физических боев и о некоторых задачах турнира этого года мы хотим сегодня поговорить и первая задача которую я хочу обсудить называется пушка из линеек и в общем то она вся держится на простой школьной физике так что это задача для всех и для новичков в том числе здесь у меня имеются две линейки и оставляю между ними теннисный шарик все так подобрано что он все еще держится хотя чуть-чуть и выскользнул бы потом нажимаю на линейке и шарик летит заметной скоростью давайте повторим этот опыт еще раз вставил поджал выстрелил и надо исследовать от чего зависит скорость вылита шарика и как физики мы сразу должны сказать что здесь можно применить закон сохранения энергии в самом деле когда мы разводим линейки мы совершаем работу и запасаем энергию а потом еще чуть-чуть поджимаем наверное еще чуть-чуть совершаем работу но немного и эта энергия переходит в кинетическую энергию шарика но наверное часть энергии и при этом теряется на трении быть может еще на том что линейки продолжают двигаться после выстрела ну и надо понять какая доля энергии запасенной перекачана в шарик это база и сейчас мы эту базу конечно проверим чтобы узнать жесткость линеек воспользуемся законом гука когда концу линейки приложена сила 5 ньютонов этот конец отклонился на 30 миллиметров поэтому коэффициент жесткости к равен 170 ньютоном на метр теперь узнаем энергию упругой деформации запасенную в заряженной пушке каждая линейка отклонена от нейтрального положения на 24 миллиметра поэтому запасенная энергия это дважды к x квадрат пополам и она равна 0,1 джоуля а чтобы найти кинетическую энергию шарика заснимем его вылет на скоростную камеру эти два кадра разделены интервалом в одну шестидесятую секунды и шарик пролетел за это время расстояние 57 миллиметров отсюда скорость вылета равна три целых сорок пять сотых метров в секунду масса шарика составляет 2,8 грамма и поэтому его кинетическая энергия в квадрат пополам равна 0,16 джоуля и вот получается что в такой выстрел вкладывается всего 16 процентов запасенной энергии так что такую пушку нельзя называть особенно эффективной ну дальше возникает вопрос куда уходит вся остальная энергия можно ли это устройство сделать более эффективным но все эти вопросы мы оставим юным физиком видно что даже на такой простой задачи им есть чем заняться и конечно я даже не все и далеко не все осветил но теперь мы поговорим о чем-нибудь более сложным а я расскажу еще об одной турнирной задачи под названием боющая чаша вот я возьму эту самую чашу в роли которой выступает кофейная турка и ударю по ней деревянной палочкой и мы слышим обычный звонкий звук а теперь я налью в турку воды и ударю еще раз немножко поболтаю и звук изменился он стал как будто бы воющим когда мы имеем дело со звуком естественно произвести его спектральный анализ и обычно мы для этого используем программу audacity я запишу звук в двух ситуациях вот у меня чаша с водой и сначала я не буду ее шевелить и ударю я второй раз поболтаю воду и при ударе по чаше со спокойной водой мы видим ровную спектральную линию на частоте 1150 герц а когда я покачивал чашу эта линия как бы расслоилась и размазалась в полосе от 1100 до 1300 герц когда я болтаю воду то звук который мы слышим похож на биение но полной уверенности в этом нет вода там как-то движется мы это движение никак не контролируем и поэтому я сейчас буду наносить удары по неподвижной чаши но наклонять ее под разными углами и мы слышим как звук постепенно повышается и на спектрограмме мы видим такое же повышение частоты от 1100 до 1300 герц наверное это не случайное совпадение ну а с остальным пусть разбираются юные физики все-таки эта задача не для нас а для них мы рассказали вам о двух задачах текущего сезона с полным списком задач этого года можно ознакомиться в группе российского турнира юных физиков вконтакте а еще хочется сказать что по меньшей мере две задачи этого года основаны в том числе и на наших роликах несколько лет назад мы сняли серию роликов о ячейках бедора а еще в сотрудничестве с игорем белецким были сделаны ролики под названием магнитный шарик а нынешнем списке им соответствует задача под названием магниты альпинисты но и еще там есть кое-какие задачи которые нам очень по душе и мы я думаю что снимем о них ролики тоже и еще я думаю что нас сейчас смотрят и учителя физики если них есть те кто хотел бы организовать свою тюфовскую команду но смотрите если вы живете в сибири то можно сразу связываться прямо с нами ну а другом случае искать какой турнир проходит ближе к тому весту где находится ваша школа ну это дело очень интересная и захватывающая всячески советую присоединяться и спасибо вам большое за внимание а и и и и и Продолжение следует...